Один из самых заброшенных уголков Одессы, Лунный парк под Приморским бульваром, отреставрировали и торжественно открыли ко дню города. Юлия Федорова увидела возрожденный сквер одной из первых. Зеленую зону на склонах Приморского бульвара не узнать. Здесь поставили новые скамейки, клумбы, отреставрировали фонтан, привели в порядок аллеи. Здесь чисто, красиво и светло. При входе в парк установили беседку. Гостей встречает муниципальный духовой оркестр. Одесситы идут в парк большой толпой. Очередь растянулась до самой Потемкинской лестницы. Вдоль аллеи парка выстроился целый парад живых скульптур. Здесь можно встретить исторических персонажей. Дюка Доришелье, Екатерину Великую и Александра Пушкина. При входе гости получают открытки и конфеты. Одесситы проходят по аллеям и просто не узнают парк своего детства. Урн не было, скамеек не было. Здесь можно было прийти просто в черную яму какую-то. Мы еще студентами сюда ходили 40 лет назад. А сегодня просто приятно, приятно пройтись. Будем гулять здесь. Мне сейчас напомнило это, в общем-то, школьные еще годы. Тогда тоже здесь было очень красиво и очень чисто. Конечно, может быть, не было таких дорожек. Мы помним 20 лет назад, где мы сюда приходили. Здесь были летние площадки, там танцы. Но еще как-то все подержали. И все. А потом нам просто даже днем вот с собакой страшно сюда спуститься было. Вот теперь думаю, что мы будем гулять. Лунный парк – одно из знаковых исторических мест Одессы. Почти четверть века он находился в запустении и был прибежищем для бродяг. Сегодня здесь настоящий Париж. Я очень рада, что построили такой парк возле моря, свежий воздух. Можно было с женщинами, с детьми гулять. Хорошо сделали плитку, проложили. Можно ходить гулять с колясками. Огородили клумбы. Поставили нормальные скамейки, потому что здесь невозможно было сидеть. Порядок должен быть. И все должны его поддерживать. Самое главное – не убирать, а не мусорить. Это самое главное.